Коряжемцы Андрей Беляков и Алексей Новинский известны не только своими спортивными рекордами. На протяжении 7 лет они вместе с командой единомышленников благоустраивают набережную в спортивном стиле. Новинка этого года – освещенная лыжная трасса, которая уже открыта для всех желающих. Ожидает радости любителей покататься с крутого склона. Средства выделенной субсидии, а это 500 тысяч рублей, пойдут на закупку подъемника. Расходы по доставке и сборке оборудования, а также работы по подготовке трассы, авторы проекта берут на себя. Человек, когда скатился на ватрушке, он подходит к нижней части, к нижней стойке. И там наш сотрудник будет прицеплять эту ватрушку специальную на трос. То есть там специальное закрепляющее устройство. И после этого человек садится на ватрушку и спокойно едет на этой же ватрушке наверх. То есть ничего идти самому не надо, ватрушку тащить не нужно. Предприниматель Елена Кулакова среди участников конкурса не новичок. В прошлом году хозяйка детской арт-студии получила субсидию на сумму свыше 200 тысяч рублей. Приобрела интерактивное оборудование. Благодаря чему малыши получили возможность освоить современные техники в творчестве. Песочная и водная анимация. Сегодня в студии Елены Кулаковой множество направлений. Подготовка к школе, рисование, живопись, английский язык, ментальная арифметика, пластилинография. Здесь же работают группы раннего развития, мать и дитя. Арт-терапия полезна в первую очередь людям с ограничениями в здоровье. Есть и такие среди подопечных Елены. Средства выделенной субсидии – 332 тысячи рублей – пойдут на приобретение нового оборудования. В рамках реализации проекта детской арт-студии на средства субсидирования будут закуплены еще одна интерактивная смарт-система, которую вы сегодня видели в работе. Дети очень активно вовлекаются в работу на данной системе. Им очень интересно выполнять различные интеллектуальные задания. Также будет закуплена интерактивная песочница, которая позволит также в более интересной форме проводить занятия с детьми, развивая мелкую моторику. 385 тысяч рублей получит на развитие еще одна бизнес-вумен Юлия Кочурина – главный тренер школы танцев «Лайм». Кстати, два года назад «Лайм» тоже был проектом. Участвовал в муниципальном конкурсе на получение субсидий. Сегодня в школе танцев занимается свыше 200 горожан. Самым маленьким нет и трех лет. Направление на любой вкус. Полотна, стретчинг, хип-хоп, зумба, трайбл, чирлидинг. Сегодня Юлия вместе с командой педагогов готова открыть в городе спортивно-развлекательный комплекс, начинкой которого станут скалодром с поролоновой ямой, зона для занятий воздушной гимнастикой, игровой лабиринт, уголок для творчества и конструирования. Сейчас идет поиск помещения. Мой бизнес-проект был направлен на дополнительное спортивное раннее развитие детей в области воздушной гимнастики. То есть именно конкретно работа на высоте, на батутах. Также раннее развитие детей трех и старшего возраста будут проходить мастер-классы различные для раннего развития. То есть лепка, рисование со специальными педагогами. Также программа предусмотрена на детей с ограниченными возможностями. То есть для них мы специально будем заказывать педагогов с ближайших областей, чтобы проводить специальные курсы для их развития. В этом году третье место в конкурсе поделили два участника. Вместе с Юлией Кочуриной в число призеров попала ООО «Чемпион». Напомним, две коряженки Юлия Захарова и Ольга Зинина в 2015 году открыли частную футбольную школу для детей с трех лет, работающую по франшизе компании «Юниор». Это крупнейшая в России сеть частных футбольных школ. Сегодня бизнес успешно развивается. Подросшие спортсмены показывают успехи. Средства субсидий, а это чуть больше 300 тысяч рублей, пойдут на приобретение различного инвентаря. Я гоняю, что тут весело. Мне нравится сбивать футболь. Конкурс на предоставление субсидий в целях поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства проходит в Коряжме ежегодно. Претендовать на денежную помощь могут те ИП, кто развивает социально значимые виды деятельности. В этом году общая сумма субсидий в рамках конкурса составила около полутора миллионов рублей. 156 тысяч из них – доля местного бюджета. На заседание комиссии было представлено семь заявок. Члены комиссии рассматривали каждую заявку в отдельности и выставляли рейтинговые оценки. В соответствии с рейтинговыми оценками были выставлены места. Субсидии предоставляли в соответствии с рейтингом и в соответствии с заявленными сметами расходов. То есть первому месту, второму месту и было у нас два третьих, которые остатки денежных средств поделили между собой два третьих места. Средства предпринимателям, успешно защитившим свои проекты, будут перечислены до 25 декабря. Добавим, что муниципальная программа развития малого и среднего предпринимательства, в рамках которой муниципальному образованию выделяются областные субсидии, работает с 2012 года. За это время на условиях софинансирования индивидуальным предпринимателям оказана поддержка на сумму свыше 9 миллионов рублей. За пять лет на территории города молодые бизнесмены реализовали почти шесть десятков важных проектов. И эта работа будет продолжена.